Всем привет! Здравствуйте, дорогие невесты! С вами Ирина Амурова, и сегодня у нас интересная тема. ЗАГС или выездная регистрация? Основные плюсы и минусы разберем. Если мы будем с вами сравнивать ЗАГС и выездную регистрацию, то, наверное, самым главным отличием в этих двух процессах является то, что в ЗАГСе вы официально регистрируете свои отношения. Именно в ЗАГСе на юридическом, на государственном уровне вы создаете свою семью. Что касается выездной регистрации, как правило, ее называют постановочной свадебной церемонией, а значит, никакой юридической ответственности, увы, она не несет. Но это, пожалуй, главное отличие и главный минус выездной постановочной свадебной церемонии. Далее будут одни плюсы. Вот, например, у вас есть то самое заветное число, та самая важная для вас дата, в которую вы, например, познакомились. Допустим, это 23 июня. И так случилось, что 23 июня выпадает именно на понедельник. И, увы и ах, в ЗАГСе, в любом ЗАГСе нашей страны в понедельник зарегистрировать свой брак вы не сможете, потому что в воскресенье и понедельнике, насколько мне не изменяет память, в ЗАГСах выходные. Поэтому, да, дата. Дату вы, скорее всего, не сможете выбрать и подобрать специально под себя, потому что будете довольствоваться именно тем оставшимся количеством свободных дат, которые есть на данный момент в ЗАГСе. И вряд ли они совпадут именно с той датой, которую бы вы хотели выбрать в качестве основного свадебного дня. Идем дальше. Я даже тут себе списочек выписала, и следующим пунктом у меня значится время. Даже если случится такое, что выбранная вами дата свободна, то, скорее всего, вам предоставит сотрудник ЗАГСа несколько временных позиций, из которых вы будете выбирать. Это, как правило, какое-то странное время, например, 10-40, 11-25, 12-15. То есть вот такое вот время, в которое вы должны точно быть в ЗАГСе. То есть если вы опоздаете, вас никто ждать не будет, потому что в ЗАГСе вы не одни. Что касается выездной регистрации, вы можете выбрать для себя то время, которое вы хотите. То есть если вы хотите провести церемонию на закате, это может быть и 20.00, это может быть и 19.00. Если вы хотите провести классическую свадебную церемонию перед банкетом в 16.00, и если вдруг так случилось, что вы опаздываете, это не ЗАГС. Вас будут ждать, потому что вы главные герои на сегодняшнем празднике. Это еще один немаловажный плюс, который идет в копилку выездной регистрации. Время. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Идем дальше по списку, и здесь у меня обозначено место. Я даже себе здесь расписала самые удивительные места, где можно провести выездную регистрацию браком. Но по поводу ЗАГСа я здесь даже и обсуждать не буду. Вы больны выбрать из тех ЗАГСов, которые имеются в Москве или в каком-либо другом городе, в котором вы проживаете. А что касается выездной регистрации, вы можете выбрать абсолютно любое место, любую точку на земном шаре. Если у вас есть ваше любимое знаковое место, может быть ресторан, в который вы сходили на первое свидание, или место, где вы поцеловались, где был ваш первый поцелуй. Вы не поверите, там тоже можно сыграть вашу выездную регистрацию. Как я всегда говорю, было бы желание. Если захотеть, можно и в космос полететь. Кстати, что касается полетов, можно провести выездную регистрацию на борту самолета. Место – это еще одно преимущество выездной регистрации. Вы выбираете его самостоятельно. Переходим к следующему пункту, и это декор. Что касается ЗАГСа, я даже обсуждать не буду. У вас есть ЗАГС, конкретные стены, декор – тот, что есть в ЗАГСе. Все, тема закрыта. Что касается выездной регистрации, все ваши мечты, желания, мысли могут воплотить профессиональные декораторы. Любая свадебная палитра, любые цветы, хоть самые экзотические, какие-то невероятные масштабные конструкции – все это возможно. Здесь долго задерживаться не будем. Декор – это отдельная история на свадьбе и на выездной регистрации брака. Но мы с вами пойдем дальше. И следом у нас идет количество гостей. Что касается ЗАГСа, в ЗАГСах есть определенные условия, которые нужно соблюдать. Туда вы можете прийти в количестве 30, 35 или 40 человек. Где-то больше, где-то меньше. Но в любом случае это ограниченное количество людей. Что до выездной регистрации брака, вы можете устроить ее и на тысячу человек. Это уже насколько позволяет ваш бюджет. Итак, далее. Ведущая свадебной церемонии. Когда вы приходите в ЗАГС, для вас это сюрприз. Что там будет? Какая музыка? Какая ведущая? Что она будет говорить? Вы ничего этого не знаете. На свою выездную регистрацию вы можете выбрать себе ведущую свадебной церемонии. А уже ведущая свадебная церемония подскажет вам, как можно обогатить процесс выездной регистрации. Как сделать так, чтобы выездная классическая, отчасти стандартная выездная регистрация превратилась в целое событие на вашей свадьбе. Именно ведущая свадебная церемония поможет вам в написании клятв. Ведущая свадебная церемония подскажет и по музыкальному сопровождению. Если вы хотите провести какой-то красивый объединяющий обряд, ведущая поможет и здесь. Именно она поможет вам воплотить вашу мечту по созданию первой семейной реликвии на церемонии. Этот список я могу продолжать бесконечно, потому что у ведущих свадебных церемоний очень много интересных кейсов, предложений и козырей в рукаве. То есть все уже зависит от того, какую ведущую на церемонию, на свою выездную регистрацию вы выбираете. Сегодня мы говорим о плюсах и минусах ЗАГСа и выездной регистрации. Так вот, на выездной регистрации у вас есть это преимущество выбора, в ЗАГСе нет. Переходим к следующему. Пункту под номером 7 у нас значится текст. Текст на свадебную церемонию сейчас очень популярны индивидуальные сценарии. Так вот, если вы выбираете выездную регистрацию, то индивидуальные сценарии – это про вас. Индивидуальный сценарий на основе истории любви вы также можете заказать. Что касается ЗАГСа, ну, я не думаю, что современные ЗАГСы заводят корабли в гавань любви. Я думаю, у них какие-то уже более интересные тексты. Тем не менее, вашу индивидуальную, вашу красивую историю любви и присутствующих гостей никто не услышит, потому что это не входит в компетенцию сотрудников ЗАГСа анкетировать вас и составлять рассказ на основе истории. Идем дальше. Музыка. Музыка – это тоже немаловажная часть. Я вообще говорю, говорила и всегда буду говорить о том, что музыка – это 70% успеха на выездной регистрации. Так вот, в ЗАГСе под что вы будете выходить, как я уже сказала, будет для вас сюрпризом. Думаю, что это будет классический там-там-тадам марш Мендельсона. А что касается выездной регистрации, здесь уже музыка напрямую зависит от вашего полета фантазии. Любите Рамштайн? Пожалуйста. Не будем тоже заострять на этом внимание. Был целый выпуск, посвященный музыкальным композициям для выездной регистрации. А мы двигаемся дальше. И вот выходы. Смотрите. Что касается ЗАГСа. В ЗАГСе, как правило, всех гостей запустили в зал. После этого вам дали отмашку. Вы с женихом выходите вместе, начинается регистрация. То есть у вас есть... У вас нет выбора. Вы выходите вместе с женихом. Не знаю, возможно, сейчас ЗАГСы шагнули вперед и предоставляют возможность выходить с папой, с мамой. Или, может быть, еще как-то. Я такого не слышала. Тем не менее, все, что у вас есть в ваших возможностях, это выйти с женихом. На выездной регистрации, опять-таки, вы можете отключить голову и включить полет фантазии. И выйти как вашей душе угодно. На мотоцикле появиться. На квадроцикле появиться, если не позволяет погодные условия. Ну и, конечно, классические варианты. Жених с невестой, жених отдельно, невеста, невеста с папой, жених с мамой и так далее и тому подобное. Здесь можно этот клубок заворачивать, закручивать и удивлять гостей. Удивляться вместе с гостями. Итак, еще один пункт. И тем самым, если обратить внимание на мой список, мы сегодня с вами прошли уже 9 пунктов. И вот 10 пункт – это как раз-таки наполненность церемонии. Как правило, в ЗАГСе это классическая церемония. Вышли, красивый текст, обменялись кольцами, поставили подписи. Ура, вы муж и жена, поцелуй и вручение свидетельствую. Что касается выездной регистрации, как вы уже поняли, здесь и невероятно красивое музыкальное оформление, которое создает особенную атмосферу. Декор, который подчеркивает концепцию свадебного дня. Сценарий, который также не противоречит, а вторит, исследует тематики свадебного дня. Это и выбранные вами ведущие. Это и ваши выходы, которые вы придумали. Это и индивидуальный текст, объединяющие традиции. И все-все-все-все-все, что действительно создает событие. Сделайте свою выездную регистрацию сердцем свадьбы. И поверьте, этот момент останется у ваших гостей. В памяти навсегда. Сегодня мы с вами сравнивали ЗАГСа-вуездную регистрацию. Искали плюсы, минусы, недостатки. В общем, разбирались. Теперь давайте представим весы. Вот у нас две чаши. Есть один большой плюс официальной церемонии, что все происходит здесь и сейчас. Это официальная роспись. Именно в ЗАГСе вы становитесь законами мужем и женой. И 10 преимуществ, о которых я рассказала. Мне кажется, когда они ложатся на чашу весов, она перевешивает. Но вы вольны выбрать самостоятельно. Какие причины и какие преимущества для вас являются главенствующими. Но такой небольшой лайфхак. Если вы хотите провести официальную церемонию в ЗАГСе и выездную регистрацию, не нужно отказываться от одного для того, чтобы выбрать другой. Или наоборот. Вы можете, например, провести официальную свадебную церемонию заблаговременно. Например, за день до свадебного дня или за два, как это часто делают пары. И пригласить туда самых дорогих и близких. Либо вообще пойти вдвоем. А на выездную регистрацию уже пригласить всех гостей и оторваться. Спасибо, что посмотрели вместе со мной на основные плюсы и минусы ЗАГСа и выездной регистрации. Мы сегодня проделали большую работу. С вами была Ирина Амурова. Прекрасной свадебной подготовки. И пока-пока.